7 июля День памяти святых мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кориака и Лонгина. Святые мученики, семь братьев Орентии, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмин, Кириак и Лонгин жили в IV веке и были римскими воинами. В царствовании Максимиана на греков напали скифы. На поединок со скифским вождем Морофом, отличавшимся необыкновенной телесной силой, повелено было выйти святому Орентию, тоже сильному и храброму воину. Орентий был христианин, так же, как и шесть его братьев, тоже служивших в императорских войсках. Призывая на помощь Господа, святой Орентий победил Морофа и таким образом остановил нашествие скифов. Император вознамерился принести за эту победу жертву языческим божествам и пригласил принять участие и победителя, святого Орентия. Святой отказался, объявил себя христианином и сказал, что победил врага силой истинного Бога Господа Иисуса Христа. Ни обещания почести и богатства, ни угрозы не смогли склонить святого к отречению от Христа. Жестокий и неблагодарный император приказал создать святого и шестерых его братьев, святых Фарнакия, Ероса, Фермоса, Фермина, Кириака и Лонгена, на Кавказ. Во время пути все семь братьев скончались. Жизнь святых мучеников показывает, как любые трудности можно преодолеть, если уповать на Бога и Его помощь. Человек, в принципе, бессилен и уповать на свои силы он не должен, так как немощен. Осознание своей немощи и есть начало веры. Все манипуляции с человеком возможны именно из-за недостатка веры. Неверующие люди самые легковерные, говорил Паскаль. Поэтому главное дело человека — укрепляться в вере, уповать на Господа и держаться в Церкви Христовой. Преподобный Паисий Святогорец получал «Помолись и делай все, что в твоих силах, а прочее восполнит или же не восполнит Господь». Отсутствие веры в понимание законов мироздания, четкого осознания своего места в нем, лечет к пагубным последствиям и искажениям, что мы повсеместно и наблюдаем. Общество живет по законам, придуманным людьми. Сегодня считают одно нормой, через десять лет другое. Каждое время приносит свои правила и стандарты. А Церковь своих законов не меняет. Это Божьи законы, которые верующие должны защищать. Если извне пытаются навязать нам явную ересь или искаженное видение Божественной истины, то надо решительно пресекать такие вещи, следуя совету святого Максима Исповедника. Если бы и весь мир захотел принять это новое учение, противное православию, я не прийму его и не отступлю от евангельского и апостольского учения, а равно и от преданий святых отцов, хотя бы мне пришлось претерпеть смерть. Будем же молить святых мучеников, чтобы в самый ответственный момент у нас хватило решимости остаться со Христом и с Его истиной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok